здравствуйте мои дорогие друзья сегодня я хочу снять топ 10 растений с которыми не стоит связываться начинающему цветоводу никогда и не при каких обстоятельствах я увидела что эти растения не получаются даже у людей которых получается все и на десятом месте по капризности то есть не нужно связываться так добродушно называется мы это растение видел во всех офисах я мечтаю попасть в одно учреждение такое вот где сциндапсусы занимают полностью вот но это растение сортовое оно вообще не простое не растет вот смотрите вы видите но вот этот неон за счет того что он подсажен к сингониуму он вот такой вымахал не он еще ладно он может расти видите какой хорошенький то есть не он это сорт сциндапсуса который еще растет но если вы видите вот такое бегите не оглядываясь и никогда не покупайте какие они были хорошенькие но толку вообще никакого вот все достижения за год это то что он как-то проклюнулся вот если вам нравится результат проклюнулся через полгода но занимайтесь вот таким сциндапсусом даже просто даже не пытайтесь таким связываться он не растет даже я вот увидела у людей у которых растет все марина сделала замечательно она его посадила вместе с фикусом может фикус его вытянет так же как вот этого неона вытянул сциндапсус вернее сингониум сциндапсус не он вытянул сингониум я не уверена что если бы этот сциндапсус рос сам был бы какой-то толк вот эти нужно было давно к кому-то подсадить какому-то растению но я не придумала компанию я все там избирательно как-то думала вот это надо быстро решать если вам такое чудо попалось чтобы оно было красивым его нужно немедленно кому-то в компанию подсадить теперь стриптокарпусы если хотите такое получить покупайте самые лучшие выглядят вот так самые красивые выглядят вот так они выглядят довольно таки красиво как само растение если их выращивать вместо папоротников потому что листья у них не хуже листья шикарнейшие растения смотрится очень красиво но цвести они и не думают просто вот сами по себе они не цветут может быть еще не время может быть я скажу простите меня стриптокарпусы я так у вас ошибалась а вы так замечательно цветете ну вот слушайте меня если вы будете продолжать в том же духе и не зацветете то со стриптокарпусами буду расставаться это не годится я их покупала ради цветов так еще раз перечисляю растения это вот такой стендапсус это раз вот такой стриптокарпус это два я не знаю я насчитаю эти десять растений или нет потому что вот здесь сейчас будет сразу три растения это азалия ни за что и никогда новичку это не по силам марина и цветочные друзья канал очень мудро меня предупредила не покупай ну разве я послушала азалия требует максимум тринадцать градусов тепла от пяти до десяти она цветет тринадцать уже ей не очень если вы полив пропустили хоть раз все она этого не прощает а я такие растения не люблю у меня куча растений где я пропускала полив и они прекрасно себя чувствуют те же самые орхидеи они будут терпеть разве что отцветут быстрее а на самой орхидеи никак не отразиться но азалию стоит не парить и жара для нее восемнадцать градусов восемнадцать градусов и я ставила ее с открытым окном я держала ее в кульке в надежде что это будет для нее как бы теплица никакой благодарности то есть азалия безнадежный вариант для новичков теперь азалия цикламен я не могу его показать я его не покупаю цимбидиум безумно дорогая орхидея за шестьсот гривен они все требуют температуры до тринадцати градусов если у вас нет такой температуры если у вас нет этого холодного помещения просто не связывайтесь запомните эти растения и никогда не покупайте они все равно не получатся есть еще одно хитренькое растение которое считается проще простого это сансибьера но ничего подобного сортовые сансибьеры это те еще капризули вот это или кирки или самурай я уже просто забыла что я покупала сидит и не желает вообще даже никакого общения вот это хони малышка медовая это хорошенькая эту покупайте смело вот видите что у меня творится это вот с желтой каймой она сгнила мгновенно то есть ее ни в коем случае нельзя заливать я уже купила второй раз так она мне нравится я больше эту ошибку не повторю и буду поливать ее всего лишь раз в месяц ну раз в месяц это наверное чересчур раз в две недели сансибьера заливается мгновенно вы ее никаким образом не подгоните вот как она растет так растет как она решила так решила никакого продвижения ускорения она таких слов не знает поэтому сансибьера это сложное растение вот к сложным растениям относятся разноцветные красулы вот это была шикарнейшая желтая красула такая солнечная такая вообще красавица но я увидела у людей которые занимаются красулами все растет а полосатая белая с зеленым не растет то есть цветные красулы они очень капризные и для того чтобы их понять нужно сначала на кошечках потренироваться как вот Витцин в операции сначала потренироваться на простых сортах а простые сорта я надеюсь это вот эта вот синяя птица очень верю в ее простоту очень верю вот в эти длинные уши погоня за длинным рублем ну Фатия Хедера я пока что не могу ничего плохого сказать она терпит она мужественно ждет весны это уличное растение и оно конечно же неплохое я летом покажу чем это дело закончится вот синяя птица это совсем другое дело а вот цветные красовые теперь вот такая орхидея уличная я ее на всякий случай притащила в дом пока не понятно что это вот то есть растения которые я перечислила они вас просто вгонят в депрессию представьте вы будете думать что вы такой цветовод который сенсивьеру не в состоянии вырастить если вы ее купите и хорошенько от души польете с любовью а уж тем более слово сциндапсус которое обещает легкость выращивания очень обманчивое вот такое не нужно покупать если у вас нет опыта какого-то нереального а вот этих лапочек покупать нужно и хотя я в бромелиевых немножечко как бы у меня был прокол но в реизию вот эту я обожаю и я надеюсь с ней не подружиться поэтому про всех капризуль я рассказала с кем не надо связываться и иметь дело всем желаю всего замечательного удачи и красивых цветов и здоровья